Зимняя погода, предупреждают медики, наиболее травмоопасная, поэтому необходимо сохранять бдительность при передвижении. Особенно, когда происходит колебание плюсовых и минусовых температур. Советы от медиков получила Наталья Чегет. Похолодание никогда не приходит без своего спутника гололёда. Можно поскользнуться даже на, казалось бы, чистых тротуарах. Что делать, если вы увидели, как человек упал и получил травму? Конечно, обращаться в скорую, но до её приезда можно оказать свою посильную помощь. Самое первое, что нужно сделать, как рассказывают медики, уложить пострадавшего и придать ему горизонтальное положение. Осмотреть повреждённую часть тела и оказать доброчебную медицинскую помощь. Ровненько укладываем ножки и производим фиксацию к здоровой конечности. Либо можно воспользоваться подручными средствами, взять какую-то линейку, либо, я не знаю, картонку какую-то, да, и примотать то же самое. То есть произвести транспортную мобилизацию. И обязательно нужно будет приложить холод. Чтобы зафиксировать повреждённую конечность, можно использовать различные подручные предметы. Это может быть косынка, шарф, кусок ткани. Если имеется кровотечение, так же просто другой дающей повязкой его можно остановить. Дальше остаётся только ждать прибытия врачей. Новогодние каникулы, горячий аппарат для сотрудников скорой помощи. Количество вызовов всегда увеличивается. Поэтому для оказания своевременной помощи всем, кто в этом нуждается, вводятся дополнительные силы и организуется дежурство в медработниках во всех районах Тверской области. В тяжёлые текущие времена мне бы хотелось обратить особое внимание граждан на поведение на улице, вместе со своими детьми, может быть, пожилыми родственниками. И на профилактику травматизма, поберечь друг друга. И если нет, может быть, острой необходимости воздержаться от походов в места скопления людей. Недавно в учебном центре скорой медицинской помощи установили тренажёрный комплекс машины скорой помощи. Новый автомобиль для обучения имитирует все условия, необходимые, чтобы оказать медпомощь больным и пострадавшим. Внутри находится вся техника, которая имеется в распоряжении машины обычной скорой. Тренажёр предназначен для того, чтобы смоделировать ситуацию, которая может произойти в реальных условиях. Планируется установить подобные комплексы и в других медицинских учреждениях Тверской области. Буквально в эти дни аналогичный тренажёрный комплекс монтируется в Тверском медицинском колледже. И буквально в начале следующего года ожидается поставка ещё четырёх тренажёрных модулей во все медицинские колледжи. Тверской области техника поступит в медицинские колледжи Вышнего Волочка, Ржева, Кимор и Бежицка. В дальнейшем в учебном центре планируется проводить занятия для сотрудников смежных служб, спасателей МЧС, работников ГИБДД, чтобы в последующем можно было грамотно организовать взаимодействие и оказание неотложной помощи.